я сегодня нахожусь в очень светлой квартире позади меня кухня пять с половиной квадратных метров она очень маленькая но при этом посмотрите какое крутое решение я думаю что сейчас мы залезем по ящикам посмотрим что тут есть потому что по моему хозяйке удалось уместить в нее все что необходимо ну и посмотрим оставшуюся часть квартиры поэтому будет интересно смотрите ролик до конца катя привет привет очень рада встретиться в какой квартире по площади и количеству жильцов и высоте потолков мы находимся наша квартира примерно 63 квадратов потолки 2 и 55 и нас тут проживает трое я муж и маленькая дочка то есть это что-то похоже на хрущевку да да это девятиэтажные дома серии 249 с особенностями вот как раз маленькая кухня маленькие санузлы и продаю и поперечные несущие стены сейчас до них доберемся но мне очень нравится как ты сделала кухню сразу у меня вопрос про стол понятно что всей семьей вы за него не садитесь до троем тут уже не поместится но как правило мы завтракаем вдвоем и этого места вполне достаточно для того чтобы и позавтракать и что-то приготовить а когда у нас случается семейные посиделки мы уже переходим гостиную ну то есть там у вас прям зона за которой можно провести время с гостями семьей все остальное да а тут либо с ребенком либо с мужем да 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 класс я вижу что ты сделала розетки в подоконнике до такого вот в детской комнате также сделано это была идея мужа потому что розеток мало не бывает да вообще это очень удобно да потому что как бы когда если мы тут готовим используем какие-то агрегаты то есть это полностью рабочая поверхность вот также зарядить телефон и тут удобно примастился чайник из чего вот это искусственный камень и медленно он же и переходит в столешницу да ну да это на самом деле все разные части просто вот они как это все состыковали то есть эту часть эту часть эту и вот тут вот еще все запиливали сложная получилась конструкция но вот достаточно устойчивая и удобная вот тот угол внизу открывается да да тут у нас хранение я старалась уместить как можно больше систем хранения и практически всю необходимую нам технику то есть это посудочная посудомоечная машина свч некоторым кстати кажется что она очень удобно расположена но а кода все делалось учетом нашего роста миллиметр миллиметр и мы как бы имеем такой доступ духовка на самом деле если бы мы были пониже то у нас был такой вариант как предыдущие квартиры духовка с функцией свч у нас была и мне она очень нравилось единственное что когда ты что-то готовишь духовке то и сути уже ты не воспользуешься поэтому вот для тех кто может быть возьмет на заметку какие-то идеи этого можно вполне вот осуществить и установить вот такой вот агрегат тут ну понятно что кухня здесь до потолка места хранения нужны в любом случае навсегда тем удобно ты пользуешься верха да вот эти ящики у нас для хранения того что редко достается либо может быть какие-то запасы хомячковые это у нас такие системы блумовские посуда хранение того что мы используем часто тут у нас получился большой ящик с мусорным вельдром и осматическим фильтром то есть вот такая вот большая она смысл тогда да 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 он нам очень нравится потому что у нас до этого был другой фильтр просто вот эти три колбы и там каждый месяц я мыла чайник и так далее вот тут прошел год и никакого налета ничего нет и полностью устраивает но они габаритные поэтому нужно очень много достаточно места ну и классно что он там в углу так что и угол не пропадает вот тут у нас хранение всякой посуды может немножко беспорядок ложки вилки всякая мелочевка вытяжка не почему-то очень хотелось вот с предыдущего ремонта еще очень хотелось наклонную вытяжку и так как наклонной вытяжки для меня смотрится вот именно на пустой стене красиво то мы вот играли играли и вот придумали такое решение чтобы оставить эту стену полностью свободно и установить только вот вытяжку помнишь сколько кухня в отдельности стоило кухня если без техники порядка 200 тысяч но очень большую часть значительно этого бюджета съела столешница да конечно около 90 тысяч вышла столешница и 110 120 сам кухонный гарнитур системами а насчет холодильника он тоже встроен все туда входило да с техникой у нас вышло 420 тысяч 200 из которых это именно деревяшки деревяшки плюс столешница как бы такая стоимость которая может играть то есть например если ты делаешь себе не каменную столешницу то есть деревянную например да в пол как можно сэкономить так же например технику мы как-то вот разошлись и у нас техника бошевская но в принципе сейчас очень много хороших марок и можно порядка тоже там 40 50 процентов на технике также сэкономить и уложиться но практически в половину ниже то есть тут уже вот приходить какому-то консенсусу надо а у тебя еще светильники во всей квартире довольно интересные я предлагаю сейчас затронуть эту тему у нас весь свет в квартире с алиэкспресс это был наверное первый опыт вот заказа именно светильников почти все пришло в отличном состоянии у нас не работал только один светильник но его нам быстро заменили вот эти светильники они очень мягкие и один светильник тоже вот пришел слегка покоцаны его нам тоже заменили бесплатно то есть прислали новые вот за год у нас нареканий ни с каким светом нету классно то есть все вот причем по инстаграму я мониторила те же самые картинки вплоть но стоит там в 3 и в 5 никто и в 10 раз дороже есть такое знаем да пойдем тогда двигаться дальше я вижу что у тебя тут небольшой хозблок для него прям выделено место да мы в цель в целях экономии места в санузле потому что у нас ванная около двух квадратных метров мы решили вынести стиральную машину в такой вот как бы постирочный блок в будущем возможно у нас тут будет сушильная машина тоже вот как как получится и тут вот всякая химия планируем установить тут такие речные двери покрашенные в цвет стены для того чтобы как бы с одной стороны не выделялась с другой стороны то есть как-то красиво было обыграно идем теперь туда это наша гостиная она небольшая мы ее немного увеличили за счет того что передвинули перегородки мы несущие стены нигде не затрагивали в сформировали такое вот место для отдыха и время проповождения диван за фурни мне он очень-очень нравится как называется за фурни до раскладывать да он раскладывается причем спальное место у него достаточно удобное больше что-то это интересно то есть и он легко раскладывается вот так вот вперед выкатывается очень хотела такой план и светильник мы его заказали на ляре дуд по каким-то сумасшедшим скидкам там вышел около восьми тысяч может быть класс он конечно яркий привлекает на себя внимание мне кажется даже это светильник вдохновившись светильниками к стильоне я думаю что с более высоким потолками возможно это смотрится как-то иначе но прям очень хотелось и вот так сидишь книжечку читаешь и очень нравится картина тоже у нас с алиэкспресс как и большинство декора это реплика имиджат у нее вот направление все в данном стиле возможно когда нибудь я научусь рисовать изменю своими картинами хочешь в масле до такой да да у нас тут есть студия где можно попробовать свои силы и девочки какие-то шедевр просто не делают поэтому очень хочется попробовать насчет столовой группы ну получается приходится из-за кухни носить до релки и посуду да этот вариант тогда когда мы собираемся за столом семьей или друзьями я знаю что в некоторых квартирах вот подобной планировки делают тут проем но так как у нас низкий этаж это проблематично согласовать да и вот как-то опасно мне кажется а на высоких этажах это можно согласовать провести работу специальной бригадой и таким образом получить большую гостиную которую переходит в кухню и вот легко носить но на самом деле тут буквально семь шагов донести небольшой путь и в принципе я никакого дискомфорта особо не чувствую ну понятным делом мы привыкли я вижу у тебя колонку работает алиса это эта колонка была подарена мне но теперь на один из лучших друзей мои точки ну а кроме развлечений есть у нее полезные функции каждое утро теперь уже дочка спрашивает алиса какая температура алиса когда пойдет снег вот музыка какие-то игры познавательные развлекательные в том числе но мы техникой стараемся не перебарщивать но как вариант имеет место быть очень удобно там запускать фильмы музыку и так далее отлично хотела бы обратить внимание мы немного нарастили наши стены чтобы скрыть трубы потому что полезный объем это не съедает визуально это конечно смотрится более интересно то есть этих лишних тут нигде не торчит нигде не видно и мы сделали это практически во всей квартире особенно хорошо получилась кухня потому что не пришлось делать никаких доборов вырезать под эти трубы санузлы думаю ты заметила наши двери раскрытые и они хорошо здесь это нам посоветовал дизайнер потому что у нас слишком маленькое расстояние другие двери смотреть бы не очень красиво наличие да он опера они бы так сходили собирались да вот это наша маленькая ванная комната мы старались делать как можно более нейтрально чтобы и не надоедала и в маленьком пространстве очень тяжело выбрать такую плитку которая будет смотреться органично поэтому выбрали кабанчик вот испанская плитка dual grass нравится да я очень хотела крестиком ее но последнюю партию разобрали буквально за месяц до нашего ремонта вот все остальное икея ванна сама у нас из литого мрамора причем там такая эпопея волос этой ванны потому что по финансам ту ванну чугунную дорогую как-то у нас не проходила и я уже хотела брать акрил но нам посоветовали почему не смотрится литой мрамор я говорю что он так дорого стоит вот астрофорума они стоят достаточно бюджетно смотря конечно какие модели ну если сколько вы взяли 18 тысяч по моему вот то есть в принципе по рынку как бы это достаточно хорошая цена и она теплая и она не скрипит одно из тех решений которые мне в ванне очень очень нравится это термостат устанавливается температура и когда ты включаешь воду она уже идет с заданной температуры нет перебоев и даже например вот у нас один стояк если в туалете там смоют или там включат воду в кухне то обычно как происходит обычно сразу горячее то такого не будет она поменяется незначительно то есть не обожжется ребенок тут у нас наш небольшой туалет на 9 квадратных метров и все спрашивают неужели удобно удобно и гигиенический душ это очень удобно я могу сказать то есть спокойно проходишь это комфортно все коммуникации у нас за скрытым люком и там же у нас проточный водонагреватель он занимает мало места и когда вперед отключения воды очень нам помогает тоже там вентиляция установлена а что на полу на полу у нас ламинат clip step impressive мы сделали все единым полотном уложили его продольно поэтому шансы того что он будет как-то вот сбагриваться не минимальная была идея сначала тут уложить плитку но я не смогла придумать как это сделать красиво так чтобы она переходила поэтому мы решили попробуйте все-таки уложить везде ламинат он 32 класса если не ошибаюсь но вот за год у нас нет никаких с ним происшествий а вот насчет грязи просто получается что из кухни в спальню все равно здесь приходится ходить тащится ли вот отсюда но вот у нас грязная зона по факту получается только то что мы туда мы разуемся и как бы вот разносим проход у нас тут у нас тут кстати есть теплый пол то есть в период особенно зажливы мы его включаем для того чтобы все просушивать и чтобы вот не было нечаянно каких-то таких луж которые мы можем разнести это коридор я сама не люблю коридоры но тут нам как бы пришлось потому что вот он был тут мы установили систему хранения пакс и киа удивительно то что она сюда вошла вот прям как влитая но изначально она бы не пошла как летая но мы немножечко схитрили и нарастили кусочек стены дизайнер помог придумать да это наша вот такая вот совместная идея что мы вот крутили вертели как сэкономить чтобы не сделал не делать шкафы на заказ нам еще повезло повезло что маленькие что низкие потолки и поэтому получилась как будто реально встроенная система то есть мест хранения очень много храни не хочу еще и кем меня радует тем что есть некая мобильность то есть некоторое время где-то около полугода мы жили без дверц то есть мы установили сами хранение пакс конечно пыль была но все мы смогли запихнуть ничего не было раскинуто потом по мере того как мы могли финансово потянуть двери мы уже вот там докупали эти двери устанавливали это наша спальня она получилась самой большой комнаты сколько метров 18 метров вот тут у нас также вот эта вот система пакс я так понимаю что все здесь на все вмещается да да то есть у нас еще в кровати есть храни места для хранения потому что вот хотелось убрать всего вот с глаз как можно больше когда заходишь в эту комнату прям такое приятное ощущение простора вот это классно я прям хочу отметить до вымывались старались сделать как можно просторнее и вот за счет витов и очень долго думала какие обои не нравятся обои с там листиками какая-то такая вот тема но я потом увидела эти это косы ли у свинк мне очень понравилась структура мне очень понравилась вот какая такая геометрия и вот мы решили одну стену выделить этими обоями текстиль у нас весь лири дуд я думаю что возможно мы потом его заменим потому что все-таки хотелось бы чтобы они закрывали практически всю стену вот но пока что вот используем этот текстиль это вот столик которыми я всегда хотела чтобы тут было только моё хороший вот тоже да икея классика думаю что во многих аккаунтах это можно как относишься вообще какие очень нежно я люблю потому что я какое-то время хотел отойти вот в предыдущей квартире хотела отойти от икеи но мы ходили мы ездили и то что нравится она все во первых она стоит намного дороже а во вторых вот чтобы так собрать ты приходишь в икею ты можешь реально собрать что-то и тривиальное и нетривиальное потому что как бы смотря как ты смотришь там есть конечно что-то не очень качественное но это как правило бюджетные временные варианты у нас есть балкон целых четыре квадратных метра на первом этаже это просто подарок а у нас тут есть мы тоже когда-нибудь закроем это все дверями пока что вот шторы а вот он же у вас не утепленный правильно утепленная у нас есть тут теплый пол а у нас стены тоже под покраску все внутри утеплено остекление остекление хорошее тут в принципе ну слегка прохладнее чем в комнате мы можем иногда включать обогреватель также мы тут сушим белье это очень удобно да вот то есть это у нас некое хозяйственное помещение но хотелось чтобы она все-таки выглядела не совсем таким захламленным как вот принято видеть многие балконы к сожалению и еще у нас вот в домах это серия часто бывает что есть вот такие вот очень тяжело я поняла примерно с мой рост такой некий погреб вот мы вот тоже все хотим привести в порядок да там у нас хранится хранятся летом санки зимой велосипеды и так далее так далее то есть это полноценный шкаф который мы вынесли из квартиры почти во всех балконах этого здания на первом этаже есть такие вот погребы но бывают квартиры которым не так повезло да ну вот кстати а квартира на первом этаже это вообще далеко не всегда плохо ну вот сюда смотря в каком-то потому что мы рассматривали первый и второй этаже не хотелось ездить в этом маленьком лифте и таскаться с детскими велосипедами по лестницам и это квартира нам приклонилась именно то что это очень высокий первый этаж то есть там вообще не дотянуться и ну как бы это приятное дополнение погреб конечно вот в детской у нас порядок силами дочки наводится поэтому не рис какая-то определенная схема как там все хранится тоже тут много языке и раздвижная кровать для того чтобы по мере того как она растет она могла ее использовать и эта система у нас сделана тоже стильными кухнями мы на самом деле все тут проектировали за делом что возможно когда-нибудь у нас будет второй ребенок то есть если что мы можем установить еще одну кровать и такая большая система позволит заниматься двум людям сейчас мы вот немножечко оккупировали работаем книги игрушки и так далее этого всего очень много и как это вот все хранить все тут распихано но вроде как-то удается поддерживать некий порядок но вот у нас этим строго так раскидал вечером надо все-таки спать ложится с порядком а что насчет стала высота один из косяков скажем так этой квартиры тем что взрослым человек не очень удобно тут сидеть потому что к сожалению я думала я упустила этот момент я думала что дизайнеры они рассчитывают оптимальную высоту то есть по идее тут должно быть 70 75 сантиметров до низа и когда нам установили я подумал подумал так надо что-то сделать и вот я месяца два ходила вот возможно мы ее приподнимем возможно мы снимем эти два ящика но ребенку тут сидеть комфортно а вот взрослому уже не очень и это вот вопрос тому что надо проверять все всегда все смотрите лучше проверить посмотреть какие должны быть нормы потому что вот переделка тут стоит дорого наверное половика половина все вот это вот а сколько обошлось порядка 70 тысяч но стильных кухнях есть такая бонусная программа то есть у нас были большие бонусы за кухню и нам это обошлось там заплатно там тысяч 40 это достаточно ниже рынка но опять-таки как можно сэкономить столешница и киевские тумбочки просто нужно немножко заморочиться может быть можно найти мастеров которые там эти столешницы выпиливают и вполне себе рабочий вариант и я тоже его рассматривала расскажи еще про шторы потому что они у тебя плотные темные и вообще зона подоконника вот я смотрю что вы не заморочились насчет совпадения и в принципе ничего страшного и вот хочу обратить внимание на первом этаже нужно же как-то закрываться вот у нас да у нас вот есть такие но это уже такое тоже решение уже пас опослял принципе нас из улицы не видно практически ничего что происходит вот но так как это детская все равно мамину сердце было не очень спокойно папина больше было не спокойно вот сначала мы установили вот эти вот шторы тут у нас шторы плотные то есть полностью закрывают до блокаут вот эту штуру уже больше так для красоты сначала у нас была идея также сделать вот вровень но для этого нам бы пришлось менять это окно это кстати единственное окно которое мы в комнат квартире не поменяли она очень достаточно хорошие мы его оставили и как бы если бы мы его меняли делали бы как в кухне то есть чтобы вставили бы пластиковые ставки и столешница бы ушла вот так да но единственное тогда пришлось бы еще делать в столешнице некие прорези для вентиляции батареи которые вот под столешницей также у нас тут есть розетки для техники свет для того чтобы заниматься то есть мы старались как можно больше сделать света чтобы ребенок мог потом школе заниматься ну и также когда просто садимся вечером с ней что-то делать очень удобно тоже с алиэкспресс вот вот эта люстра мне обошлась около 5000 рублей класс в россии она стоила 15 в идеальном состоянии она пришла и на самом деле многие боятся алиэкспресс но главное читать отзывы хотя вот на вот эту люстру отзыва было мало это наверное мой какой-то такой вот не знаю ход такой был интересный вот ну ждем от тебя ссылки до обязательно это уже другой продавец но все дамы за одной оперы тоже все тут покраску а на самом деле что еще тоже хочу сказать что очень важно делать выкрасы и мы их не делали поэтому делайте делайте просто потому что для выкрасов у нас краска делокс и надо было покупать вот под полную и упаковку нет каких-то таких мини пробников и это да нет вот так красивая краска и мы покрасили эту стену и поняли что она темная вот но потом конечно это все так вот обыгралась потому что вот вот эту я вижу да не отличаются отличается нет мне вообще в принципе цвета нравится конечно вот этот цвет он такой теплый классный тоже тоже алиэкспресс вот да класс катя ну знаешь да что герой дают в конце ролика совет уже правда много дала хороших советов но если вдруг у тебя есть самый главный совет до своего ремонта до начала мысленно пройдитесь и сразу подумайте что у вас где будет это очень важно если у вас нет денег на дизайнера то нарисуйте на тетрадке в тетрадке в клеточку пройдитесь и так я вот этой рукой мне удобно тут включить свет этой рукой вот тут это экономят деньги это экономит нервы кать спасибо тебе большое я очень рада что ты у меня побывал очень рада поделиться своим каким-то опытом если он поможет кому то это будет здорово на этом все все контакты внизу задавайте вопросы хозяйки здесь или в ее инстаграм опять же ссылку на него я оставлю подписывайтесь на канал следите за новыми выпусками и пишите комментарии до скорых встреч пока пока